Всем привет, начинаем нашу тренировку. Сегодня будем разбирать игру нашего пользователя для BigSleague 11.06, Сергея. Как обычно, хочу от вас услышать, как у нас там со звуком и картинкой, все ли в порядке. Если все в порядке, будем начинать. Так что жду ваших плюсиков и перейдем к разбору. Да, но пока вы плюсуете там или минусуете, если вдруг что не так. Да, Веня, я видел твой вопрос. Сегодня у нас, к сожалению, тема тренировки уже определена. Так что, может быть, в следующий раз или в один из последующих поделить внимание игре на ББ? Ну, попробуем. Привет, сделан в СССР. Спасибо. Все окей, отлично. Собственно, у нас сегодня будет занятие из двух частей. В первой части мы посмотрим базу пользователя. Плюс у нас есть еще видео игры. Это уже мы разберем во второй части. Все окей, да? Отлично. Давайте посмотрим базу рук. У нас есть база. У нас почти 120 тысяч рук. Вот. Что мы вообще делаем, когда мы хотим разобрать свою базу рук? Что мы смотрим? Ну, мы начинаем с того, что смотрим по позициям. Какие у нас винрейты, как мы отыграли. Что должно быть? На УТГ у нас 10 ББ, лучше 15. На МП тоже 15 ББ. Мы должны плюсовать. На Катофе где-то там около 20-25. Ну и на БАТ они 30 лучше. Соответственно, СБ у нас неплохой винрейт. Это если мы отыграли там где-то минус 15 ББ на 100. И на БАТ где-то минус 35 ББ на 100 можно там до минус 30. Но это там в зависимости у кого как получается. Собственно, в первую очередь мы смотрим те позиции, где у нас отклонение от вот этих винрейтов. Ну или лузрейтов, если мы говорим про блайнды. И, собственно, разбираем там, что у нас. Почему так произошло? У нас есть два больших направления работы. Это префлоп и постфлоп. В принципе, они связаны непрерывно между собой. То есть одно без другого мы разбирать не можем. Но начинать стоит с префлопа. То есть надо посмотреть нашу префлоп-модель. Определить все ли с ней хорошо. И дальше уже, если мы считаем, что с ней все хорошо, смотреть на постфлоп. Если какие-то руки отыграли не так, как бы мы хотели. Сейчас я на примере все покажу. То, собственно, будем уже смотреть, что там с постфлопом не так. Какие-то ошибки. Ну здесь, в принципе, мы видим явно проблему на большом блайнде. То есть тут достаточно большой минус. Хотелось бы поменьше... побольше. Так, что там, со звуком проблема? Что, звука нет? Вроде как, звук должен быть. Всех проблем со звуком? Напишите, пожалуйста, что у нас там происходит. Как там чего? Я тут пустоту вещаю? Или все-таки со звуком все хорошо? Да, вернулся. Ну окей. Если чего, вы пишите. Потому что я так, ну, онлайн-то не могу контролировать, как там идет трансляция. Если вдруг что-то не прерывается. Появился. Да, окей. Хорошо тогда. Может быть тогда, парни, у вас что-то с интернетом. Может быть из-за этого. Если у Вени все хорошо. Ну ладно, если будут проблемы, пишите там, я не знаю. Будем решать. Запись у нас идет. Собственно, я говорил о том, что мы ищем проблемные позиции. И потом на проблемные позиции начинаем смотреть, что мы делали. Так или не так. Можно здесь посмотреть на примере большого блайнда. Например. Кстати, Сергей, я знаю, что у тебя покер-трекер четвертый. Я думаю, что там фильтры плюс-минус аналогичные. Как в Hold'em Manager, так что потом будешь сам разбирать. Я думаю, что... Надеюсь, проблем не будет. Давайте посмотрим, что у нас Ира калирует на большом блайнде. Опять-таки, это надо разбирать. Выставляем фильтр, что мы на большом блайнде. Перед нами один Razer. И это надо разбирать, соответственно, против ранних позиций. Их можно объединить против котов, против баттона, против SP отдельно. Потому что рейнджи, по идее, будут у нас разные. И, соответственно, надо смотреть все это отдельно. И ставим фильтр Cold Call. Ну, в принципе, все неплохо у нас тут отыгралось. Но, если мы так вот посмотрим, то, собственно, у меня есть вопросы по Preflop Range. И могу сказать сразу, что, в принципе, Сергей, у тебя по всем позициям эта проблема. Либо у тебя Preflop Range не выстроены, либо выстроены не очень правильно. Я вот не знаю, если они у тебя есть, то есть прописаны в каком-то там эквиляторе или где-то, то они у тебя, возможно, прописаны не совсем правильно. Потому что здесь вот я сразу вот... Ну, мы все видим много рук, которые не входят в Cold Call против ранней позиции на большом блайнде. Какие-то коннекторы, разномастные руки, мелкие тузы разномастные, которые, на удивление, тут вроде неплохо отыгрались, но, по идее, их не должно быть. То есть, если мы говорим про Cold Call, то он выглядит как-то так. Либо, если прописано, это уже хорошо. Либо, если мы говорим, допустим, для более высоких лимитов, максимальный, там он может выглядеть как-то вот так. То есть, опять-таки, здесь достаточно большое количество рук, которые не входят в эти рейджи. Я тебе могу посоветовать сразу посмотреть тренировку мою по префлопу. Просто в видео можешь найти. Вот эту, например, от 28 августа. Здесь я как раз показывал все свои префлоп спектры. Посмотри, что у тебя там совпадает, не совпадает. Подкорректируй свои рейджи. Потому что у тебя очень широкие Cold Callы. И вот с защитой тоже вопросы. То есть, какие-то руки, которые, в принципе, сюда входить не должны. И которые во многом жгут винрейт. Но все равно, посмотри вот это видео. Смотри свои рейджи. Подкорректируй их, возможно. Ну, если не до конца проработанная страта. Но будем исходить с того, что некоторые руки, возможно, тут попали случайно. Но все равно, погляди. Потому что, ну, собственно, тут чересчур широкая защита. Из-за этого во многом у тебя и минусует позиция Большого Блайда. Что мы делаем дальше? Ну, вот мы, допустим, подкорректировали нашу префлоп-модель. Там убрали какие-то руки, которые здесь быть не должны. Написали себе там пометку, что мы их не эколируем. Смотрим внимательнее. Но в то же время есть какие-то руки, которые, по идее, должны играть у нас в плюс. Но они при этом у нас почему-то не плюсуют. Ну, допустим, вот здесь вот вопрос такой вот. В категории рук, допустим, восьмерки десятки. Средние карманные пары. Чит они тут как-то не очень отыгрались. По идее, они должны отыгрываться лучше. Или какие-то вот одномастные тузы. Дальше мы составляем... Ну, во-первых, мы выписываем все наши... Вот я на своем примере покажу. На курсе до результата я составлял все наши руки. Ну, тут на примере баттона, но в принципе без разницы. Мы их делим на группы рук. То есть близкие по значению руки мы берем, объединяем, чтобы у нас была больше выборка. И, собственно, записываем результаты. И потом смотрим вот те руки, которые отыгрываются как-то неоптимально. Будем разбирать их более подробнее. То есть мы выписываем отдельно рейзы. Для большого блайнда это не актуально. Для остальных позиций. Прибеты против ранних, против ранних, против поздних позиций. Опять-таки отдельно смотрим. Колд-коллы выписываем также по группам рук. То есть это не быстрая работа, но ничего не поделаешь. Этим приходится, так сказать, мириться. Приходится вот так вот медленно вычищать, искать проблемные места. Вот. Выписываем все это дело. И потом, соответственно, смотрим вот, отдельно разбираем. То есть если мы возьмем здесь, например, эти средние карманные пары. Я бы скорее их вот так объединял. Вот они у нас отыгрались весьма печально. В 200, минус 213, EVBB на 100. То есть, в принципе, если бы мы их выкинули при флоп, у нас было бы лучше. Соответственно, дальше надо разбираться, почему так произошло. То есть смотреть непосредственно раздач. Смотреть непосредственно раздач и выписывать. Это либо кулера, либо ошибки. Ну вот опять-таки на своем примере показываю.